Вторая глава пророка Наума в рамках проекта «Экзегет» считаю свой собственный перевод. А первая глава задает нам тему. Ниневия – столица Ассирийской империи, которая разрушила Северное Израильское царство, воевала с Южным Иудейским, осаждала Иерусалим, но вынуждена была отступить. Она тоже не вечна. Ее Господь тоже когда-то разрушит, и это будет, конечно, освобождением для израильтян и радостным днем для них. Вторая глава с этого и начинается. «Вот бежит вестник по горам, возвещает мир. Празднуй, Иудея, праздники свои, исполняй свои обеты». Ну, то есть обещание, которое дано Богу в каком-то случае, допустим, принести жертву. Вот если освободимся от проклятых ассирийцев, то принесем жертву. Настало время это делать. «Потому что не пройдет по тебе нечестивый вновь. Сгинул он насовсем». Вот, видите, дело не только в том, что надо наказать нечестивую Ниневию. Всегда хочется наказать нечестивых, ощущая себя, наоборот, добродетельным и правым. А в том, что надо даровать мир собственному народу. «Сгинул он насовсем. Поднимается разоритель на Ниневию. Охраняй укрепление, стереги дорогу, припаяшь чресло, наращивай мощь». Такое обращение к самой Ниневии. «Поднимается разоритель». Я напомню, мы говорили в первой главе, что 612 год до н.э., год разрушения Ниневии с объединенным войском персов и медиан. Новая империя персидская возникает и после очень долгой осады. Город они действительно взяли. Так что давайте готовьтесь к сражению. И как бы замечание в скобках. «Так восстановят Господь величие Иакова и величие Израиля, хотя опустошили их опустошители, срубили лозы». Ну вот, смысл всей этой истории не в том, что надо наказать еще раз, а в том, что надо возродить. Но возрождение часто приходит через сбрасывание ерма, через наказание, уничтожение того, что не помогает того, что, наоборот, угнетает некогда опустошенное. Срубили лозы, да, такой образ виноградника, в котором вырубили лозы, соответственно, уже ничего не растет. И дальше очень красивое описание штурма Ниневии. После долгой осады еще раз персы и медяне взяли этот город. И здесь даже будет отмечено как. Красные щиты воинов-врага. Одеты в пурпур его богатыри. Такая царская одежда, да, пурпурная, очень дорогая. Из моллюсков особых добывалась эта пурпурная краска. То есть, вот они не просто какие-то звери такие, воины дикие, а они очень красивое воинство. Одеты в пурпур его богатыри, сверкает металл его колесниц. В день, когда выступает он древками копий, потрясая. По улицам проносятся колесницы, мелькают на площадях, подобно факелам и молниям блестящим. Вот это нашествие, да, эти. Как танки сегодня мы бы описали, а они описывали колесницы. Такая самая тяжелая форма оружия того времени, да, колесницей обычно два коня везут. И на ней стоит некий воин там с луком, с мечом, с копьем. И второй возница, правит эта колесница, и вот он разит этот воин. То есть, это вот еще очень красиво. Это не просто война. В войне обычно мало эстетики. А это вот такая война перед экраном телевизора. Человек сидит и наблюдает, как красиво все происходит. И вот, да, оказывается, эти страшные события, они тоже не лишены какого-то своего эстетического измерения. Так, а что же делать вот тем, которые там охраняют укрепление, стригут дорогу? Вызывает царь знать свою, явно не на виски. Но спотыкаются они по пути, к стене спешат оборону готовить. Да, то есть, вот такой образ. Они спешат, но спотыкаются. Вот человек, который боится, который не уверен, который вроде и должен спешить, но вот по дороге он падает прямо, вот не может он туда добежать, да? Вот это самое знать, которое понимает, что все тщетно. И дальше. Тут открываются речные врата и сметен дворец. Очень конкретное пророчество, которое, кстати, сбылось, потому что Ниневия была очень хорошо укреплена, и взять ее было практически невозможно штурмом. Тогда персидско-медийское войско сделало следующую вещь. Прокопали каналы, отвели воды реки, которая хлынула, подмыла основание стен, стены рухнули. Может быть, вот это здесь и называется речными вратами, да? То есть река подмыла городские стены, стены рухнули, и можно было пройти туда, как ворота, речные ворота. Река их отворила. Решено. Обнажат ее и уведут. Другой вариант перевода – владычицу обнажили и увели. Ну, в общем, Ниневию. Конечно, это такое состояние позора, плена, да, когда ведут в плен, но перед этим еще раздевают. Наверное, для того, чтобы не сбежал пленный или пленная, а еще, чтобы подчеркнуть позор. Одетый человек – это человек с достоинством, человек голый – это человек униженный, которому некуда деваться, который полностью зависим от того, кто его берет там за ошейник, за веревку какую-то и тащит. И будут ее служанки стенать, как горлица, и бить себя в грудь. Ниневия была, как наполненный водоем, а теперь он пробит, все бегут от разлива водоем. Водоем, ну, то есть некий бассейн или цистерна, цистерна имеется в виду подземное сооружение, в котором пробили дыру, и эта вода разливается повсюду, соответственно, нужно спасаться. И вот наполненный водоем – вода же ценность на Ближнем Востоке. Это богатство, это благополучие, величие, и вот все разливается настолько страшно, что приходится разбегаться. «Стойте, стойте, никто не обернется. Грабьте серебро, грабьте злато, нет конца сокровищем, грудам драгоценностей, разорения, разграбления, развалины». Там в оригинале вот такие жесткие слова повторяются, и, ну, это крик войска, который берет штурмом эту Ниневию. И мы же в первой главе читали, что это вообще-то все действия бога. Вторая, как бы, о боге, ну, почти ничего не говорит, там в конце немножко будет. Но тема-то задана, что это Господь разрушает город, но при этом на таком простом земном уровне – это картина, конечно, осаждающего войска, потом войска, который разграбляет, наконец, взятый город. «Нет конца сокровищем, грудам драгоценностей, разорения, разграбления, развалины, тает сердце, ослабеют колени, дрожит все тело, бледнеют все лица». Это те, кто попался в плен или кто, может быть, вот когда эти воины проносятся по улицам, на колесницах своих, на площадях. Вот жители Ниневии остолбенели, они понимают, что сейчас все будет очень плохо, и такая вот комедийная немножечко картина – слабеют колени, дрожит все тело. «Где же логово львицы, лужайка львят, по которой гуляли львицы со львом, и детеныши их, никого не боясь?» Образ Ниневии, конечно, лев – царское животное, это всегда было на Ближнем Востоке тоже. И вот львица со львом логово ее, да, место, где эти Ниневийские цари, где войско, где знать, где даже и простые Ниневицы, как львята, да, как детеныши этих вот высоких особ, они легко могли отдыхать и чувствовали себя как дома. «Лев рвал плоть, чтобы львят кормить, душил зверей ради львицы, наполнял добычей свой дом, убойной логово свое». Вот, собственно, чем занимался Ниневийский царь, естественно, походами, грабежом, разорением. «Вот я против тебя, пророчество Господа воинства, я сожгу огнем колесницы твои, а львят твоих перебьет меч, не оставлю добычи тебе на земле, не услышит впредь вестников твоих». Вот, собственно, ответ, что произойдет с Ниневией, в чем смысл этого события, не только в том, что нападают, не только в том, что пришло какое-то другое войско. Одна империя сменяется другой, мы тоже это видим и в современной истории. Сейчас Соединенные Штаты главная империя, когда-то Советский Союз был, в общем, второй или равной империей. До этого, там, Британская империя, допустим, была величайшей, до этого Испанская колониальная империя, которая половину Америки захватила, и разные другие, вот они сменяют друг друга, мы не знаем, какая будет следующая, даже не буду пытаться угадать, но мы понимаем, что это часто связано с воинами, с насилием, что есть какой-то элемент кары, да, в том, что бывшая империя падает жертвой новой. Ну, да, это все такая общечеловеческая информация, но эта книга говорит прежде всего о богословии истории, о том, что все эти империи, так или иначе, подчинены Богу, так или иначе, в общем-то, исполняется его воля в этом разрушении, и в следующий раз прочитаем третью главу, где об этом еще подробнее сказано.